Друзья, всем салам алейкум, всем привет! Сегодня готовим харан бурме. Что это за блюдо? Мы возьмем желудок лошади и напихаем туда мясо. Друзья, мы подготавливаем овощи, то есть зачистим картофель, лучок, помоем все это и приступим к действиям. Друзья мои, это харан, в переводе с казахского это желудок, желудок лошади, желудок коня. Я его сейчас хорошенько промою, прочищу и потом вы увидите, что мы с ним сотворим. Невероятно вкусное блюдо, блюдо кочевников опять же. Сегодня готовим в гостях, у моего друга, у моего брата будут гости, мы будем их удивлять. Самое сложное это помыть харан, почистить. Вот эта светлая сторона, это внутренняя часть, я ее всю промыл хорошенько, теперь переворачиваем и наружную сторону. Наружную сторону я тоже промывал, но чем больше и чаще вы это сделаете, тем лучше, я вам скажу. Друзья мои, все, харан мы промыли как следует, посторонних запахов нету. Убираем его в сторону и принимаемся за начинку. А начинку я сейчас буду делать за традиционным уйгурским столом. Джоза! Возьмем в желудок лошади и напихаем туда мясо, звучит уже аппетитно, а мясо будет разное и вкусное. Давайте приниматься, я вам покажу, что нам понадобится для этого блюда. Друзья, вариаций этого блюда много, живем в 21 веке, добавляем все что угодно. Но сегодня я буду добавлять баранину, в частности антрикот. Вот мой антрикот, и как вы можете заметить, есть шерсть. Что я буду делать? Баранину я промывать не буду, а просто опалю ее огнем, и все, шерсти не будет. Вот вам маленький лайфхак. Следующая, конина с кониной, жая, мякоть. Я вам в предыдущих сериях рассказывал, что это за часть. Прекраснейшая часть мякоть. Просто, ух, вот она моя хорошая, жая, есть. Спинка барана, тоже мягкая, нежная, вкуснейшая часть баранины. Очень люблю с нее готовить шашлык, ну, в будущих выпусках вы его едите, мои шашлыки. Ну и, соответственно, шужок. Абхазы я сегодня не стал брать, взял шужок. Что ж, давайте приступать, нам все это нужно порезать, замариновать. Мясо режем на небольшие кусочки, так как блюдо будет готовиться долго, и нам надо, чтобы все у нас пропеклось, проварилось, а большие куски ни маринад, ни соль, ничего не пройдет. Блюдо будет готовиться очень долго, а наша задача облегчить нам жизнь и скорее насладиться этой вкусняшкой. Жаю мы порезали, складываем ее в одну чашку, туда же будем отправлять остальное мясо. И там же мы все это будем мариновать. Ну, к этому мы вернемся, а сейчас мы возьмем бараньи антрикотики. Принимаемся за антрикоты, делим их буквально вот так, как говорят шашлычники, на два пальца. Вот таким образом. Нарвались на лопатку и аккуратненько вот так ее обрезаем. Друзья, спина, по ней пройдемся отдельно. Во внутренней части спины есть жир и лимфоузлы. Вот именно из-за этого баранина воняет. Убедительная просьба, прежде чем готовить спину, обязательно убираем здесь жир и вырезаем лимфоузлы. Тогда ваша баранина пахнуть и вонять не будет, она будет вкусная и достойная. Спинка у нас пойдет целиком. Обрезаем только края. Все, края нарезали, отправляем сюда и будем приниматься за маринад. Что нам для этого понадобится? Черный перец, у меня такой крупненький. Соль моя копченая. Можете использовать обычную столовую соль. И чеснок. Сейчас мы чеснок мелко порубим и начнем мариновать. Чудесный аромат. Друзья, помните, в предыдущих роликах я вам говорил, что сочетание чеснока, соли, перца и конины это нечто невероятное. Поэтому не забывайте, это стандартный маринад для конины. Это очень вкусно. А мы рубим чеснок дальше. Друзья, в суматохе за камерой стоят мои друзья и ждут, когда все это блюдо будет готово. Совсем забыл вам сказать, нам еще понадобится лук и картофель. Посмотрел на картофель и вспомнил про паприку. Как же картофель без паприки? Теперь я думаю, давайте в маринад добавим паприку, будет еще вкуснее и красивее. Момент истины. Мы начинаем начинять наш карен, то есть желудок коня. Посмотрите, какой он огромный. Кажется, что мяса много, но сейчас вы увидите фокус. Начнем с картошки. Для удобства карен можно вот таким образом развернуть. Потом будете обратно выворачивать, чтобы в самый конец. Друзья, важный момент, о котором мне стоит проговорить. Посмотрите, один конец карына у меня плотно завязан ниткой, чтобы отсюда у меня ничего не повылазило. Поэтому имейте в виду. Выглядит, прямо скажем, не особо эстетично, но это очень вкусное и интересное блюдо. Это блюдо кочевников. Надо готовить его с любовью. Картошку не забываем. Лучок у нас идет больше для того, чтобы выпустил свой сок. Так. Чуть-чуть приподнимем, чтобы все провалилось. И продолжаем наши манипуляции с мясом, с начинкой. Карен очень толстый. Кости антрикота его не пробьют. Не переживайте. Готовиться это блюдо будет очень долго. Сейчас у нас 2 часа дня. Приготовиться где-то к 10, возможно, к полуночи. К 10 ночи, либо к полуночи. Отправляем шужок в спину. И начиняем дальше. Друзья, все, мы начинили наш карен. Посмотрите, целая змея получилась. Что мы делаем дальше? Я буду зашивать. То есть тот конец, которого мы начали набивать, мы будем зашивать ниткой и иголкой. Хорошенечко, не спеша, прям затягиваем. Потом еще и обвяжем, чтобы ничего у нас не развязалось. Друзья, зашили. И для большей уверенности мы его затянем еще, завяжем. Используйте шубки. время переворачивать наш каренбурме друзья сливаем бульон с казана чтобы было удобно порезать и посмотреть что у нас получилось тоже друзья давайте резать посмотрим что у нас получилось друзья не терпится попробовать срочно выкладываем что ж друзья наше блюдо каренбурме блюдо кочевников готово давайте снимем пробу прям хочу жирочком отсюда жирочек отрежем отсюда возьмем мясо ну а до пробы хочу вам сказать подписывайтесь на мой инстаграм тик ток и youtube обязательно а способ джиги это бомба